А мы в кинотеатре. Да, мы сегодня наконец-то выбрались в кинотеатр. Первый раз в Мехико. Почти год живем, и вот наконец-то пошли в кинотеатр. Ну, кинотеатр здесь выбор такой. Есть на испанском, есть на английском. В основном фильмы показывают на английском и с испанскими субтитрами. Да, несмотря на то, что все в Мексике говорят на испанском, фильмы на испанском найти достаточно сложно, поэтому в основном можно смотреть на английском с испанским субтитром внизу. Кинотеатр хороший. Мы пошли в CineMax, это сеть кинотеатров по Мехико. Мы пошли в один из них. Цена билета... Около 100 гривен. Около 100 гривен, то есть где-то около 5 долларов, да. И в принципе достаточно неплохо и по качеству, и по всему очень даже хорошо. Меня удивило то, что почти никто не опоздал на сеанс, правда? Ну, да. Привет, друзья. Было сегодня достаточно немного людей. На театре, в принципе, никто не шумел, не чапкал, не сербал, ничего такого. Мы с удовольствием посмотрели вот такой фильм. Хорошо провели вечер. Да, и даже понятны были испанские субтитры. Да. Поначалу было, конечно, сложно, потому что, допустим, я пытался понять каждое слово, то, что они произносили на английском, вот. И пытаться перевести это на русский, еще не обращать внимание на испанские субтитры, чтобы они не сбивали переводить. Вот. Ну, к концу фильма я уже понял то, что надо вымавливать, ну, смысл в целом, вот. Поэтому как-то было уже проще, я уже адаптировался. А я, наоборот, сначала английский достаточно быстро, и тому же это американская английская очень быстро и все сливно, поэтому я пыталась найти способ как бы понять получше, читала испанские субтитры и поняла... Дублировала. Ну, есть субтитры, можно хоть понять больше, что это же не мой родной язык. Да. А на второй части фильма Катюша, как всегда, вздремнула. Что подобного. Вообще, что подобного. Вот. Так что, так вот, друзья. Развивайте свой ум, смотрите фильмы на другом языке.